добрый день уважаемые любители шахматы в этом видео я вам покажу и гарантированно делать ничью в варианте французской защиты где белый играет звон g5 в целом здесь мы не можем еще сказать какой ход черные делают естественно позиция возникает после ходов е4 е6 d4 d5 конь c3 конь f6 и звон g5 но и тут уже хороший вопрос как играть черно потому что в этот момент уже современный движок показывает самую перспективную линию самом деле это ход ты на е черные переходят фактически вариант рубинштейна улучшенную редакцию но надо понять почему это происходит конечно есть вот слон b4 после чего следует е5 h6 и у белых в этой позиции есть огромное количество очень перспективных продолжений еф слон d2 слон c1 вроде бы как сейчас современная теория говорит что самый опасный ход это слон c1 конь е4 рж4 король f8 раньше эти позиции считались достаточно играбельными но современный движок после а3 слон c3 bc конь c3 слон d3 показывает очень неприятную оценку поэтому в целом конечно ход слон b4 наверно интересен для того чтобы играть на перехват но объективно он плох то же самое можно сказать про старый ход слон е7 на это следует е5 конь fd7 ну и здесь все также опасно атака алёхина шаттерда вот h4 слон g5 hg перьет g5 и здесь много опасных ходов конь h3 опасно также современный движок показывает что заслуживает внимание ферзь d3 ну кроме атаки алёхина шаттерда можно разменяться сыграть f4 надо отметить что в этой линии черные также не уравнивают самое забавное я в это не поверил но вторая линия указываемым движком это хватает 6 черные просто берут и отдают пешку он бьет f6 ферзь бьет f6 ед играют слон b4 но к сожалению это полностью не уравнивает движок показывает следующую серию ходов слон c4 рокировка конь же едва еды слон бьет d5 ладья d8 короткая рокировка слон бьет c3 конь бьет c3 конь c6 слон c6 тут надо конечно бить пешкой с идеей отыграть пешку d4 но это неравенство например белократ ладья е1 ладья бьет е4 конь е4 и вы дальше до конца партии будете мучаться в связи с тем что у вас в этой позиции сдвоенные пешки ну конечно это все белое должно еще поднять потому что фото 6 достаточно редкий но тем не менее нельзя сказать что этот ход гарантированно ведет ничей гарантированно ведет ничей только продолжение да и конь бьет е4 но как мы здесь играем конечно же слон е7 надо отметить что наверное бд7 этот ход играбельный но это как раз возникнет система рубенштейна обычный вариант а вот слон е7 заставляет соперника принять решение чем меняться на f6 чаще всего они бьют слоном как вы думаете чем надо ударить вы считаете что надо ударить слоном то вы ошибаетесь с этом вариант достаточно опасен для черных белый собрают конь f3 рокировка и дальше они планируют длинную рокировку различными способами ферзь d2 последующий и на рокировкой черный слон на f6 ему придется какой-то момент отступить на е7 белый град слон d3 h4 в общем по человечески это приятно поэтому же у нас возник у вариант берна вы или можно назвать его система морозевича дело в том что морозевича огромное количество партий в данной позиции конь f3 ну и сейчас очень важный ход если вы считаете что нужно играть f5 сразу же то это не точный порядок ходов потому что в случае конца 3 позиция по заклада 6 не является такой что белый обязана делать ход g3 а у них есть такая возможность как a4 не давая сыграть b5 поэтому точным порядком ходов является ход а6 мы сейчас рассмотрим две коротких ничьи но достаточно важных потому что в одном варианте белые пытаются создать сразу же атаку сделать длинную рокировку а второе это главная линия так чаще всего люди разыгрывают данный вариант итак второстепенная ничья возникает в следующем варианте белые играют ферзь е2 и хотят сделать длинную рокировку как вы думаете нужно реагировать если вы считаете что b5 то вы ошиблись что этот ход не является гибким и белые могут сейчас уже сыграть g3 и в данном случае есть определенные нюансы потому что например на ход f5 белые могут сыграть конь c5 потому что мы слишком рано ослабили данное поле поэтому правильный порядок ходов f5 белые отступают конем на c3 и сейчас мы уже играем b5 после чего белые делают очень быстро длинную рокировку надо отметить что в этой позиции уже всего один ход ведет гарантированному равенству все остальное ведет к проблемам потому что если вы например сделаете вот слон b7 то вызываете d5 и у белых решающая атака поэтому очень важно выиграть борьбу за контроль на поле на d5 и мы сначала играем b4 конь a4 и снова можно ошибиться если вы сыграете слон b7 то в этот случай снова поле c5 проваливаться конь c5 белый получает очень странный вариант белый очень много ходов делают конем но черные много ходов сделали пешками ослабили позицию поэтому надо играть крайне точно мы можем защититься от конца c5 кодом ферзь d5 что белый играет c4 и здесь опять у нас единственный ход потому что конечно же очень плохо бить на проходе конь бьет c3 и затем белый проводит d5 так что нужно продолжать бороться за инициативу ход ферзь c6 не работает белый цепляет b3 и ферзь на c6 находится не в лучшем положении поэтому надо напасть на коня ходом ферзь a5 и сейчас белые играют b3 и разница между ходом ферзь c6 и ферзь c5 в том что наверное вы поняли уже можно атаковать коня ходом слон d7 после чего белые должны играть конь c5 естественно мы забираем эту пешку и сейчас белые хотят собрать конь е5 целом можно уже в этот момент играть по разному например ферзь c5 этот ход работает но гарантированно ничего ведет только ход конь c6 почему мы подготовили длинную рокировку и у белых есть единственная возможность чтобы не получить хуже они играют конь g5 и сейчас мы хотели бы отогнать этого коня ходом а6 но последует конь бьет f7 между прочим это не так критично черные держатся в этой позиции но большого смысла в этом нет поэтому конечно надо подготовить ход а6 ходом ладья а d8 и опять таки мы заставляем соперника сделать ход иначе белые получат намного хуже конь бьет f7 король бьет f7 ферзь h5 и белый дают вечный шаг отметим что партия достаточно старая и 20 лет грещук против сакаева но современные движки считают что ни белые ни черные нигде не могли уклониться что достаточно часто происходит в форсированных вариантах а теперь рассмотрим основное продолжение белые играют g3 и сейчас надеюсь вы понимаете что время сделать ход f5 потому что конечно могут сыграть b5 но снова не слабили поле цепи и мы этим ходом заставляем белого коня определиться конь обычно отступает на поле c3 чтобы как мы поняли проводить d5 и конечно мы играем d5 он же 2 здесь следующий ход наш тоже очевиден мы не можем сделать что-то другое кроме собирается он бы 7 потому что соперник конечно если мы сразу рокируемся не только конь е5 может собрать а собрать g4 но в других случаях он сыграет конь е5 то же самое можно сказать по поводу хода c5 конь е5 водя 7d5 конечно здесь у нас проблема слон d7 ход делается рукой рокировка когда рокировались то тут уже нужно рокироваться много такие если мы начнем подрывать c5 мы получим хуже c5 d5 конечно это не очевидно b4 белый жертву фигуру dc и f король f8 говорится удача удерживать данную позицию может даже движок покажет какую-то ничью на большой глубине в одном из вариантов но по-человечески вы попали под серьезную атаку поэтому надо рокироваться но белые не тратят время зря играют конь е5 опять-таки мы обязаны играть слон g2 же конечно может показать ход водя 7 но это выглядит очень странно ну вроде как была подобная партия по переписке даже черные сделали ничью но по-человечески вы не хотите получить такую позицию стоять на месте по-человечески вы хотите играть планов поэтому слон g2 король g2 это очередная очень важная стереотическое позиция как вы думаете нужно использовать наш момент продолжить развитие очевидно что сходя из предыдущих вариантов c5 не работает c5 снова d5 поэтому у вас может возникнуть идея сыграть слон на f6 но тут проблема ферси в 3 войдя a7 войдя fd1 снова вы не успели провести c5 но вы должна защищаться пассивно поэтому мы увидели уже эту идею в предыдущих вариантах хотя белые рокировали совсем другую сторону чтобы играть борьбу за поле d5 надо сделать конь b4 конь a4 и сейчас кстати момент что у черных все-таки есть выбор у них два варианта но один из которых мы отбросим слона f6 также играбельно но вам придется играть без качества потому что после ферси в 3 вы должны сыграть ферси бьет d4 позиционная жертва качества кстати ферса 8 ферси 5 не очень хорошо но могут сыграть вводя f e1 и сейчас поскольку d7 конь c6 fg4 fg4 fg надо отметить что черные близки к равенству но это не гарантированная ничья вы должны будете еще защищать до окончания пешка на b4 конечно в ближайшее время упадет вполне это играбельно но гарантированно ведет ничья кури d5 в принципе основное продолжение белый град перси ф3 очевидно мы меняемся на f3 и сейчас белые забирают на f3 королем конечно они могут ударить на f3 конем но тогда черные собирают конь d7 они хотят провести c5 и позиция черных крепкая также у них есть слон против коня так что принципиально король f3 но то черные могут уравнять как вы думаете нужно решить проблему связанную с плохим конем на b8 она решается достаточно просто мы играем слона в 6 мы хотим разменять данного коня и закончить развитие и сейчас например если белый сделают нейтральный ход мы разменяемся сыграем конь c6 после этого сыграем уйдя fd8 у нас нет никаких проблем поэтому ход который ставит вопрос черным это король е3 мы меняемся и сейчас уже конь c6 не так очевидно что это равенство белый собирают f4 пешка на b4 выдвинута но тем не менее у черных есть другая возможность как вы думаете какая и если вы считаете что это ход конь d7 то вы правы в данном случае мы меняем план и мы хотим разменять коня на a4 последовало f4 конь b6 белый конечно могут не менять коней но после конь c5 опять черные все защитили поставят ладью на d8 у них нет никаких проблем в принципе здесь уже можно соглашаться на ничью но партии черногорского чемпионата были сделаны еще некоторое количество ходов очевидно что черные не испытывают никаких проблем они далее сыграют ладья c6 ладья c8 это просто абсолютно ничейная ладейное окончание так что делаем общий вывод конечно же ход слон g5 достаточно играбельный скажем то что вам показал это наверно процентов 10 от того что вы должны знать потому что например в этой позиции у белых огромный выбор вместо входа g3 могут различные отступления ферзем различное развитие слонов различных и пешками делать но две основных ничей я вам показал и в обоих случаях все строится на том что черные борются за инициативу и делают правильные размены этим нивелируя слабость пешки h7 которая возникла после флодажа спасибо за внимание надеюсь вам понравилось данное видео пишите сколько раз вы смогли сделать ничью а сколько раз не удалось это сделать жить а также какие дебюты вы хотите посмотреть ну и до новых встреч видео и